давайте тогда я сейчас продемонстрирую как это все выглядит вот а вы потом после этого вопросы которые появятся вы их задавайте может где-то что-то было сумбурно и непонятно но так и так мне будет помогать вот мария прошу вас так вот так вот так походу буду задавать некоторые вопросы вы задавайте только я наверное скорее всего не сможете сейчас отвечать ну буду пытаться но просто на на этом процессе больше сосредоточенности меня сейчас чем вы немало сказали о том что может получить связываемый а что получает какое участие связывающего смысле что он получает какой его профит от действа хороший вопрос ну вы знаете тут я думаю что у всех по-разному за всех не знаю вряд ли могу сказать могу сказать только за себя ну и даже в общем то наверное и так особо и не скажу понимаете как ну во первых мне нравится это первое нет давай 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 давайте я подумаю да чуть-чуть а потом это все дело сформулирую потому что ну так это к этому вопросу вернемся позже а вот человека которого вы связываете его нужно учить как к этому готовиться связыванию готовить нужно человек ну в общем в общем в общем какие-то общие моменты да есть ну ну не то чтобы учить просто так дать несколько советов чтобы как сказать не ну чтобы человек ну как сказать то ну то есть да нужно просто ну как то есть нужно человеку сказать пару слов для того чтобы учить то особо ничего не нужно то есть чек что его связали вот он себе и там стоит лежит сидит и так далее вот просто нужно сделать так чтобы человек ни на что другое не отвлекался не обращал особо внимания вот там в общем грубо говоря расслабился и получал удовольствие ну понятно что мария человек подготовленный но люди пришли узнать о том что такое ошибари и я в том числе проведите вот хотя бы схематичный вводный инструктаж чтобы мы понимали как это делается как делается что вводный инструктаж как готовить как подготовить и настроить человека которого вы связываете ну скажем так если бы мне пришлось если бы мне пришлось говорить кому то что конкретно ему нужно делать в тот момент когда я его буду связывать ну я бы примерно сказал так в общем не делай ничего не напрягайся не там не нужно вертеться пытаться там как-то вырваться ежели у тебя возникнут какие-то неприятные ощущения какой-то дискомфорт об этом нужно обязательно сказать и тот человек который кстати вот техники безопасности и тот человек который связывает должен дискомфорт обязательно пресечь ну то есть либо там где-то веревку поправить да либо вообще прекратить это дело и обвязку всю снять то есть ну вот как то так наверное все самое сложное связывание по времени сколько занимает вы знаете по времени это можно делать-то и долго здесь же не как сказать не время-то главное а главное именно воздействие обвязки как это все по времени ну время ограничено во первых ну то есть в принципе в обвязке нельзя находиться там не знаю там часы какие-то да или там весь день потому что это все таки ну как вот нельзя например там за там три часа например чека подвергать массажу да вот здесь вот примерно то же самое ну а так по времени даже не занят затрудняюсь сказать вам но важно сколько человек находится или также важно сколько вот процесс связывания длится ну а это все в общем вместе это как это сказать одно без другого не бывает ну то есть сам процесс это и то вот я сейчас вот связываю да это уже как бы вот здесь вот в этих вот местах да уже воздействие обвязки есть то есть ну грубо говоря время пошло я конечно могу там связывать потом сделать еще какую-то там веревку там туда-сюда могу здесь что-то перевязать и так далее но время воздействие уже пошло то есть ну вот часами этим заниматься я думаю вряд ли стоит так ну вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я решила все же нарушить тишину и подойти к Марии. Я не сильно помешаю ей в этом процессе? Ну... Продолжение следует... А какая общая длина веревок, с которыми вы пришли сегодня к нам? Общая? Ну вот каждый такой кусок примерно 8 метров. Кусков у меня с собой много. Больше 10. С кусками большей длины трудно иметь дело. Ну вы знаете, это такой долгий и традиционный, в общем-то, уже спор. Есть много... Значит, лучше даже не так сказать. В Шибаре почти нет канонов никаких. То есть каких-то определенных правил, которым следуют японские, суровые японские мастера. Их, в общем и целом, очень немного. И каждый из практикующих, он, в общем, делает что-то свое. Вот. Соответственно, те вещи, которые рекомендуются, которые вроде как правила, они обусловлены только тем, чтобы человеку, который связывают, было удобно работать, а человеку, которого связывают, было комфортно. Вот. Поэтому вот насчет веревок, это как раз-таки такой вот вопрос. Какими веревками, веревками какой длины удобнее связывать? Есть несколько вариантов, точнее, мнений. Самое распространенное мнение говорит о том, что веревки должны быть такой длины, чтобы было удобно работать тому, кто связывает. Самая удобная длина, это порядка 8 метров, она определяется примерно таким образом. Веревка складывается вдвое, а потом по ней, давайте сейчас я покажу, раз уж такой. А потом по ней делаются вот так вот три прохода руками. Раз, два, три. Вот длина веревки. Некоторые делают по два прохода, а веревки получаются короче. Но, в общем и целом, вот в основном, именно потому что так удобнее, выбирается вот такая вот длина. Дляh, один, по три. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...